всем привет микрофона деймос и это продолжение прохождения такой замечательной игрушки как рабочие ресурсы советские республики мой последний сезон вот товарищи на прошлой трансляции неплохо так потрясли республику до окнулась это очень сильно я потерял в населении 20 процентов но кто-то скажу 20 процентов не так много на самом деле нет вот потому что у меня схлопнулись цепочки производства и соответственно республика денег получать не будет я и республику строй без кредитов вот поэтому сегодня будем это дело восстанавливать население и здания которые были разрушены так что всем желаю хорошего настроения приятного просмотра снимаем с паузы и смотрим что да как ну наверное для начала я включу ускорение чтобы как можно быстрее прошла зима вот так же нужно посмотреть могу ли я каким-то образом получить доллары вот ну я потому что у меня от контейнеровоза долларов я не увижу потому что производство электроники у меня завчихалом из-за того что нет людей ну и также у меня нет пластика на продажу которым я ранее решал все вопросы с долларами а вот единственное что у меня на данный момент есть это производство плит которая работает сожалению не на полную потому что людей не хватает вот так ну с тс к вроде проблемы решены и даже я завожу часть людей которых я возил на производство бетонных плит она с этим пока будем наблюдать вот тут как у нас дела с вот этим промышленным комбинатом по производству химии но по количеству людей вижу вроде пошло какое-то восстановление а вот ну пластика сожалению не продаж так по моему метам завершилось строительство паром и я его уже отправил на продажу и также отправил павла за сталью вот да вот они плывут два товарища вот ну и к сожалению павла придется побрить с очередной фридой которая уже сделалась на 4 процента и поставить на производство аромы наверное еще две штуки для того чтобы хоть как-то стабилизировать экономику ну а потом да потом возможно будет фридов хотя текущей ситуации это не точно так значит мне сейчас упадет какое-то энное количество рублей и я смогу например закупить какого-нибудь ядерного топлива и перепродать его получить с этого доллар доллара мне нужны не как на стройматериалы и на все остальное также на эти доллары можно пригласить иммигрантов вот и собственно этим будем восстанавливать население посмотрим медицинский университет возможно у нас откатилось исследование по повышению рождаемости верно мы его ставим на изучение так что у меня здесь со штабом компартии мне его еще не демонтировали осталось 14 тонн смешанных отходов ну мне кажется этим ближайшее время займутся так и по поводу вот этого дома я его отстроил маршрут я значит убрался честных вот просто неделю меня здесь не было как бы не могу восстановить хронологию так здесь это безработные не могут учиться в школе а почему то у вас случилось почему не доходите до школы а да точно я здесь демонтировал кусок дороги для того чтобы удалить старые вертолетные площадки гражданин крайне недоволен но я понимаю даже да не терпи генсек и решает так вот этот точек дороги мы ставим на высокий приоритет чтобы мы установили как можно скорее то с этим домом тоже 13 тонн остался с пожарной частью 9 и 9 опасных отходов так погоди я как у меня здесь поживает мусорожжигательная электростанция его мои она тут вся забита мусор то некуда скидывать ого еще и опасных отходов не сюда навезли но мне кажется это демонтажные конторы сюда возят эти самые опасные отходы я надеюсь это сильно на экологию мне не повлияет так и опасные отходы утилизирую правильным образом через специальный завод вот так то мне сейчас этой пробкой сделать подожди вы вывести это не можете потому что здесь у меня была забита сортировка но сортировка я вопрос решил то есть место есть так давай-ка я немножко тогда технические службы так это что до технические службы верну технику назад чтобы здесь товарищи могли вывести залу и мне мусорожжигательная электростанция снова запустилась так вас тоже всех выдерну и вас так ну что стало как-то полегче им или еще нет так погоди вы кто такие тоже надо вернуть их домой о сразу место освободилось давайте заезжайте вывозите все так вот вижу 11 миллионов не капнула закупиться где-то на 2 миллиона стали ну и тогда надо ядерное топливо поменять а грузовик я по моему отсюда забирал так стоп погоди доллары есть может помнить марка тогда взять 47000 не счета дороговато возьму и за рубли что-нибудь помните римлянин 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 где он бортовой вот он за 100000 пойдет на беленький мне нравится я пока едет так ну и ладно если мне 79000 долларов есть давайте я тогда приглашу иммигрантов еще на эти деньги так покажу где у меня есть свободные квартиры начну я наверное укомплектовку вот с этого района потому что здесь у меня важная отрасль связанная с одеждой я неплохо на ней рубли зарабатываю вот поэтому буду заселять здесь вот вот этот вот бак конечно неприятность тем что я не могу полностью дом заселить но я могу сделать вот так то есть я могу их переселить до полного пригласить еще и снова переселить все пускаете здесь обучаются школа у них по моему есть где-то рядом или нету нет по моему школа не у меня ездит на автобусе куда-то сюда да вот большая школа так мусорный бак переполнен опасно для здоровья но я понимаю что у меня тут мусоро-развыгательная электростанция какое-то время стояла и походу она у меня сейчас опять встанет потому что вывезли они маловато так ладно пока наблюдаем за ситуацией так все встала здесь ему гружать некуда так ну давай снова обнулим задания для станции техобслуживания связанные с мусором так вернуть всю технику правда у меня еще из-за этого здесь снегочистители страдают ну кому сейчас легко да вот еще у меня по моему явные проблемы с ремонтом техники это она очень вся сильно у меня ржавая давайте забирайте забирайте все отсюда так здесь уже пробка образовалась ну по идее мощности у меня рассчитаны правильные и оно должно рассосаться со временем это пробка но помогать немножко надо вручную так корабли у меня вроде сейчас на данный момент не застревают значит перезаходить никуда не нужно что у меня с этим домом у меня этот дом никто не строит так пускай тогда поможет мне здесь первая строительная база со строительством этого дома и поможет также где-то здесь например отстроить кинотеатр вот этот живой дом вот этот и вот этот они мне сейчас на данный момент меня загружены вот пускай и помогает вот наконец-то при плаве с нами вот и раз у меня здесь такой кризис с людьми я наверное отменю строительство пока вот этого всего вертолетами эти ребята мощные пускай они тогда помогают восстанавливать город так где отменить режим строительства вот ну химический комбинат в общем пока откладываю ничего с этим поделать не могу пускай строит здесь в основном тут они уже в принципе неплохо начали делать мне интересует конкретно вот этих два дома их бы желательно сделать в первую очередь и все вот эти пешеходные дорожки так приоритет высокий и высокий единственное тут надо галочки снять на заселение граждан чтобы они сразу сюда не ломанулись вот так вот эту дорогу обязательно вот эту сделать высоком эх и тропинки вот кстати вышло обновление 107 общий доступ так сказать релиз и добавили пару интересных изменений например на теплоцентраль их теперь можно указывать что она может летом не работать то есть мы можем ее закрыть при температуре выше определенного градуса которая здесь у нас назначается ну по моему средняя 18 у нас идет или 17 когда начинает уже граждане жаловаться на отсутствие отопления вот так что теперь теплоцентрали можно на лето закрывать и работников освобождать на те же стройки на какие-то объекты рабочие где они нужны на летний период вот так что интересная механика и так же в истошках у нас теперь можно указывать какие виды объектов ну техники вот они ремонтировать тоже хорошее новообведение то есть если какая-то истошка сильно загруженная как например вот это ей можно там запретить ремонт вертолетов конкретно здесь я не могу потому что здесь у меня ремонтируется вертолет вот здесь я немножко не просчитал вот ну ладно потом я со временем с этим разберусь если ну где-то нужно я какие-то приоритеты поставлю привет серега конечно жители бегут тебя бы залетело 5 землетрясений которые попереломали всю там ну не всю частичную энергосистему канализацию по мусору тут неплохо так ударило завала же разбирать надо ну вот они все бедлаги не могут у меня расхлебаться давай еще раз возвращаем еще раз возвращаем давайте давайте вам надо вывозить сюда по идее вот этих автобаз не хватало и должно будет хватить в будущем вот самый тяжелый период все это случилось из-за того что у меня вот эта сортировка стояла в это время так 14 тысяч долларов уже 12 уже 11 уже нету где мой грузовик так смотри грузовик задача едешь сюда загружаешь контейнеры едешь сюда выгружаешь эти самые контейнеры вот ну блин надо по идее по хорошему сделать два рейса те контейнеры которые куплю могут увезти на аэску это очень неприятно поэтому давай по одному рейсу мы сделаем по-быстрому ну и прокатимся заодно в 3 в 4 в 3 в 4 в 5 в 4 в 6 в 5 в 5 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну у меня сейчас доллар стоит примерно 2 рубля, то есть с этих бочек я 400 тысяч долларов выгадаю. А нет, что-то у меня не то с подсчетами. Видимо, курс изменился. Теперь примерно 1 к 4. Так, ну ладно, хотя бы 200 тысяч долларов уже можно неплохо пригласить будет эмигранта. Так, все, пускай она пока едет. Мы посмотрим тут, как дела. Разобрали? Или не разобрали? Ее надо желательно как можно скорее установить. Так, да, все отлично отдаем строительству. Ну, приоритет... А что с приоритетом? Средний, наверное. Или высокий? Не, пускай будет высокий. Так, здесь у нас автобазу разобрали. Начинаете ее отстраивать, но приоритет средний. Так сказать, не к спеху. Вот, что еще? Штаб компартии, как у нас дела? Блин, одну тонну всего оставили. Так, и вот с этим трансформатором. Что не так? Ага, вертолетик висит, да? Кто-то же решил здесь немножко забаговаться. Ладно, возвращайся обратно. Демонтажную контору. Вот, пикот, привет. Мне надо этот трансформатор-то восстановить. Рис, что было? Тут как дела? Полегче стало, нет? Ну, что-то вот у них все не получается раскачаться. Так, ну-ка, давайте пока еще быструю скорость врублю, чтобы посмотреть. Может, не нужно их будет сейчас возвращать? Опасные отходы сгорают. Губят экологию республики. Ты чего решил поломаться? Износ 75, не сто же. Отставить, ломаться, блин. Все забилось. Опять некуда сгружать. Ай, ну давай еще раз. Надеюсь, это будет последний. Так, вижу, два мусоровоза сорвались. Сейчас вывезут. Так, это у нас кто? Это, возможно, демонтажники. Так, подождите со своим мусором. Видите, еще. Так, вот, вижу, сразу 4 заехал. Прилично сейчас должны вывезти. Так, ладно. Все, надеюсь, стабилизируется. Давайте возвращаться в столицу. Тут проверять, как дела идут у нас. Нужно, наверное, протыкать ремонт. И здесь на высокий приоритет. Они вроде все протыкано. Что-то вы, ребят, плохо как-то ремонтируете. У вас же нормальная укомплектовка. Ресурсы все присутствуют. Видимо, не хватает работников. Именно строителей. Так, тут как дела? Тут у нас один ремонт, который нужно по-быстрому сделать. Так, ну и вертолеты строят новый район. Столица. Так, проверим железнодорожную строительную отрасль. Как у нас дела? Они здесь даже что-то доделали. Они тут все доделали. Окей. Тогда теперь ставим все на электрификацию. Так, тихо. Где? Блин, ну достаточно много им придется делать. Так, еще раз с назначением. Так, откуда вам нужно начинать? Отсюда и отсюда. Ну и потом где-то здесь на разветвлении. Нужно будет дальше назначить. Так, тогда вот тут меня уведомите. И вот тут меня уведомить. Скорее всего я это уведомление проигнорирую. Но всегда же нужно оставлять шанс. Чтобы если что, я мог увидеть и среагировать. Так, тут как у нас дела? Тут они все вот этот пункт загрузки не могут достроить под цемент. Не то чтобы он мне был сильно важен. Но все равно доделывать его нужно. Так, завод работает наполовинку. Что у нас тут с мусором? У нас с мусором у нас все прекрасно. Технические службы наконец-то. Проверили с его вывозкой. Так, давай здесь на смешанное поменяем обратно. Вот так. Тут все хорошо. Все нормально. Технические службы у меня тут укомплектованы. Вроде бы да. Вот единственное. Мне надо здесь подключить к электросети. Чтобы автобусы могли заправляться. И подавать уже топливо сюда. Так, подключиться к электросети. Где я могу? Здесь у нас все занято. Блин, ну серьезно. Нет свободного распределителя. Где-то рядом. Ёлки зеленые. Это единственное, где у меня есть место. Это вот тут. Тянуть обратно как-то не хочется. Ну-ка, подожди. Вот здесь же еще у меня есть распределитель. Да, вот отсюда можно притянуть. Так, давай тогда установим трансформатор. И желательно его поставить так, чтобы я его мог потом использовать. А не как временное решение. Давай, наверное, сюда. Встанавливаем. И отсюда уже потянули провод. Так, может здесь как-то через примагничивание можно. А хотя нет. Смотрите-ка, здесь у меня есть еще один провод. Свободный. Так, тогда тебя поведем. Поведем вот по этой косе. Включаем примагничивание. Ну, конечно, если он решит пойти так. А это что? Он тут за зигзулину мне тут нарисовал. Так, нет. Я не согласен на эту зигзулину. Давай тогда мы просто как-то помягче пойдем. Так. Ты не хочешь, да? Давай еще раз подрежем. Еще вообще никак. А, ну потому что тут на дороге зацепилось. Все, понял. Давай до сюда. Давай-давай-давай-давай. Беззагогулин. Нет, не получается. Так, ладно. Давай тогда сюда. Отключаем привязку. Сюда. И теперь включаем привязку. Теперь получается? Вроде бы да. Отлично. Тогда идем. Так, идем сюда. Сюда. И подключаемся. Идеально. Как я и хотел. Так, ну тогда вертолеты мне помогут здесь. Делайте это, это, это. Приоритет высокий. Приоритет высокий. И, соответственно, сам кабель. Тоже на высоком приоритете. Так, тогда я сразу назначу здесь автобазе, что можно подвозить топливо. Есть кто-нибудь свободный? Есть кто-нибудь свободный? Да. Так, а вот эта вот странная ошибка. Чем у тебя нет соединения? Да, верно. Исправим. Исправим. Давай сюда. Подключим. Все соединения, надеюсь, появились? Или это был не один объект? Нет. Да нет, один. Один. Что ты? Все? Все. Проблема решена. Хорошо. Так. И назначить вот сюда. Открыть карту. Давай тузом черви. Пойдет. Так. Давай пятьдесят процентов. Подключиться. Привезут. Окей. Здесь что у нас? Здесь я, наверное, скажу, что вот эти дома могут строить местные жители. Помогать. Строительство. А то еще не факт, что сюда довозят работников построительной конторы. Так. И здесь. Давай тоже минималочку впишем. Какая будет. Так. Где поезд ожидает слишком долго? Вот здесь. Даже уже поехал. Так. И вот у нас поезд начал ломаться. Ну, товарищ, крепись. Я тебя потом смогу как-нибудь отремонтировать. Погоди. А я тут убрал, что ли? В мастерской. Точнее, я даже ее не строил. Ммм. Так. Ну, короче, он сможет отремонтироваться. Если доберется вот сюда. То есть здесь у меня СТУшка присутствует. Так. Давай-ка я тебя открою побольше. 30 человек. Я понимаю, что это у меня потенциальные рабочие вот этих заводов. Он тут все равно Стали нет. Ну, а тут так. Спустя рукава. Вот Сталина подплывает. Раз. Павел заходит в порт. Ну, и я так понимаю, его нужно будет сейчас сразу еще на один рейс отправлять. После того, как он разгрузится. Деньги есть, если что. Отправим. Так, где мой грузовик-то, который мне привез целую кучу долларов? Он уже стоит. А кучи долларов я так и не увидел. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Давай, поехали. Еще, значит, одну партию прикупим. Это куча долларов, видимо, улетела на Сталь. Эх. Ладно, потратим еще 800 тысяч. Эх. 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 Так, стоп-машина. Раз, два, три, четыре. Заезжаем. Бочки забрали. Надо еще на эски посмотреть, у меня там вообще как с запасом-то. Я вроде большой запас делал. Блин, три бочки осталось. Это маловато. Надо еще тогда купить штучки три хотя бы на эску. Тут у меня прямой маршрут ходит, тут контролировать ничего не нужно. Металу уже шесть миллионов. То есть еще один корабль за сталью уже четыре. А новый паром пять процентов. То есть рублей не будет в скором времени. Так, давай Павел быстрее скидывай содержимое. Павел быстрее скидывай. Вот еще же там что-то застроилось, надо пойти посмотреть. Так, все, отправляем Павлову в еще один ревиз. Так, все, отправляем Павлову в еще один ревиз. Задачу-то понял, нет? Так, все, задачу понял. Так, окей, что там достроилось? Железная дорога. Угу. Там нужно назначить дальше строить. Так, а где я не вижу. А вот. Так, сюда-сюда. Вот этот участок, вот этот. Так, здесь автоматически они найдут, доделают. Вот это все надо сделать. По идее должны будут автоматически. Так, ну а здесь развилка, а здесь меня надо уведомить. Вот так. Так, что по остальным? Крайне недоволен? Это понятно. Ваше крайнее недовольство. Так. Так, стоп, что с погрузчиками? Их же должны были починить. Ну, как говорится, должны не обязаны. Окей, давай тебя заменим, раз ты плохо работаешь. Так, что еще, крайне недоволен. Бла-бла-бла, производство остановлено, оно уже восстановилось. Так, 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 и еще один погрузчик. Давай на замену тогда. Все, надеюсь, тут со всеми погрузчиками разобрался. Да, не вижу больше никого, чтобы стояли. Так, 160 тысяч долларов есть, окей, приглашаем эмигрантов. Пауза, а то сейчас все потратим. Так, фильтр. Давай вот с этого дома. Расстеляем их. Так, еще. А-а-а. Да, можно подселить. Блин, один район не полностью заселил, уже все, деньги кончились. Так, 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 тут расселили. Ну, все, надеюсь, отрасль по производству одежды у нас вздохнет. Привет, Павел. Кувалды, как положено, но хорошо. Раз положено, то положено. Так, еще здесь, блин, надо будет восстанавливать население, но тут еще терпимо. Не так много нужно людей. Здесь дома полные. Практически. Вот еще этот скоро дом достроит. Тоже нужно будет за какие-то шиши его заселять. Да, Дарья, занимаюсь реанимацией. Люди, ты видишь, в чем суть, они продолжают бежать-то. То есть их все меньше и меньше. Это вот сейчас миграционную политику веду, ввожу народ. А так-то оно убывает. То есть они не оценили прошлых потрясений. А, они даже не убегают. Они просто умирают. Ну, где-то не долечили, где-то продуктов не довезли. Точно, кстати, вспомнил насчет продуктов. У меня же где-то здесь гостиница была разрушена, да? Полная туристов, а снабжения нету. Сейчас вернем вам снабжение. Так, выгрузка ниже 50. И остальным надо тоже стопировать эту задачу. Блин, какую классную кнопку сделали, как еще мы без нее раньше жили. Ну, я имею в виду генсеков. Так, здесь у меня как дела? Блин, тут мало работников. Коровки плохо производятся. А тут... Ого! Ого! Ну ничего, сейчас там обучится народ. Приедет. Так, тут у нас один побег был из кувшинки. Ладно, ничего страшного. Павлу, не будем делать выговор за этот единственный побег. Вот, я, если что, у тебя опять Фриду забрал. Надо производить паромчики. Деньги нужны. Ну, если что, я это сделал с тяжелым сердцем. Так, здесь что с этой башней? Давай-ка я приоритет высокий. Вертолеты ее видят. Так, по водоснабжению я вроде как проверял все. Да, здесь где-то насос надо доделать. Бочка тут присутствует. Так, 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 так. Да, по канализации и по воде вроде все готово и по электрическому. Стало только сами дома отстроить. Вот. Так, а как мне вот эту станцию водоподготовки запустить? Где? Покажи откуда приходят люди. Вы чуть-чуть до порта не доходите. Серьезно? Каких-то жалких 30 метров. Так, ладно. Как эту ситуацию я могу исправить? Я могу вот здесь, наверное, переход организовать. И это должно будет помочь. Да, это поможет. Отлично. Тогда вертолеты быстренько эту дорожку кидают на высоком приоритете. И я могу назначить туда людей на работу. Так, ну нужно привезти химикаты. Что у меня здесь химикатами снабжает? База снабжения. Вот это. Привезите, пожалуйста, химикаты. Ниже 50%. Все. Задача выставлена. Так, ну Павел только отправился в плавание. Стали еще долго не будет. Но я надеюсь, мы какое-то время продержимся на этих запасах. Вот. Все. Здесь сталь начала появляться. Тут тоже. Потихоньку вроде производство начинает дышать. Вот этих два грузовика я, наверное, вручную отправлю. А то они будут ждать пока вот эти еще загрузятся. Ждать ни к чему. Нужны доллары здесь и сейчас. А пластик? С пластиком вы меня порадуете? Нет, с пластиком решили генсека не радовать. Пожарная часть строится. Нет, остались трудодни. Местные могут прийти помочь. Здесь. А здесь еще и не начинали строить. Они только завалы разобрали. Отдаем строительство. Приоритет средний. Штаб компартии. Тоже можно отдать строительство. Приоритет средний. Все делают. Так, ремонтики здесь. Естественно, на высоком приоритете. Галко нет галочки, чтобы ремонты были всегда на высоком. Не, все. Потеряли мы Ахмеда. Он же парень с ютуба. А на ютубе я стримить не могу, так что... Наши пути разошлись в разные стороны. Так, этот бассейн тоже строите. Тут меня, наверное, уведомите, потому что здесь надо будет количество работников отрегулировать. Так, тут у нас школа. Школу, конечно же, отстроить. Приоритет высокий. Нужно будет учить иммигрантов. Первая строительная база поможет с ее строительством. Так, тут вроде что-то делают, что-то строят. Какие-то подвижки есть. Тут осталось чуть-чуть бетоном, но на следующий этап понадобится еще больше. Но отстроились вот этот дом. Хотел сказать два, но тут не доделали они. Так, 38 тысяч долларов. Давайте заселять народ, пока деньги есть. Так, давай из этого дома их все проселим. Тут у меня везде недоукомплектовка. Можно даже фильтра не открывать. Как говорится. Сюда, сюда, сюда. Ну, я даже комментов его не вижу. Вот. Там все, народ будет. С углем, надеюсь, никаких проблем нет. Угольные отрасли-то плохо. Из-за того, что нет людей. Неприятно, конечно. Так, тут сортируют. Мусороржигательное. Все. Мусороржигательное. Электростанция полностью восстановила свою работу. Но, по крайней мере, мусор она здесь весь потребляет. И с вывозкой справляется. Так, тут домик. Можно тоже отдать строительство. Он на среднем. Этот дом мне не сильно важный. Так, что еще? Тут магазин готов. Работников я отключил. Давайте вот эту дорогу тогда на высоком приоритете. Чтобы я мог уже начинать завозить сюда товар. Бар тоже на высоком приоритете. Чтобы я мог начинать завозить алкоголь. Здесь технику пока не нужно привозить. Потому что здесь у меня проблемы с электричеством. Надо, чтобы вот эту дорогу закончили. Окей, здесь меня уведомите тогда, как достроите. До подстанции бы тоже, блин, дорога бы побыстрее сделать. То вдруг какие-нибудь пожары, вертолеты не прилетят. И что делать? Заново отстраивать. Опять разбирать. Тоже такое себе, знаете, удовольствие. Так, тут провод делают. Здесь меня уведомлять не надо. Тут уже по факту, как достроят, так достроят. Блин, производство всего лишь на половинку работает. Так, на эту остановку у нас люди приходят. Ну, блин, два человека. Не показатель. Не опускать, значит, здесь автобусы работают в том же режиме. Вот сейчас выдохнет у меня вот эта конечная остановка. Переведу автобусы сюда. Им будет полегче. А с другой стороны их можно уже сейчас переводить. Просто заправляться, они будут ездить на заправочные станции. Да, давайте, переведу. Так, где этот у меня маршрут? Вот он. Самый большой. Временный верфь. Так, теперь у вас конечная точка вот здесь. Куда вы не заезжаете. Отлично маршрут со в коне. Так, здесь у нас что-то как-то все плохо с ремонтами. Наверное, надо им помощь организовать. Так. Ого. Сколько у вас тут ремонтов. Нет, тут бы кто вам помог. Не получится, значит, дополнительные силы бросить. Помощь. Вертолетчики летают. Входи, да. Давай немножко полетаем. Давай немножко полетаем. Т. Т. Продолжение следует... Продолжение следует... Все чин по чину. Так, вот этих два участка сделайте на высоком, пожалуйста. Как я дальше мог задачи раздавать. Собственно, ручно и лично. Так, тут у нас уже потихоньку пластик опустошается. Ну, количество работников тут добавлять или убавлять не нужно. Все работает как часы. Ну, и тут дополнительного пластика у нас нет. У нас вообще почему-то пластика нет. Ну, а что случилось-то? Семь работников, восемнадцать. Вроде же хорошо тут работали. Что случилось-то? Так, давай, здесь две машины надо добавить хотя бы. Чтобы пожарная часть могла работать. Юрий, привет. Я думал, ты только на выходных сможешь. Или пятница у тебя тоже считается выходной. Вот, твоя фазанда и дача Героя Республики пока подождет. Немного. Надо восстанавливать население. Так, доллары. Надо еще долларов. Так, корабль с Павлом уплыл. На два ляма он закупит. У меня останется где-то четыре. И, то есть, еще миллиончик можно потратить будет. Пауза сейчас. Пауза в работе, что ли? Так, сейчас мы доедем. Скажу этому грузовику, что надо именно ему забрать. Эти четыре бочки, которые куплю. Там кто-то опять сломался. Починился от взгляда генсека. Пауза. Продолжение следует. Стоп-машина. Блин, может какие-нибудь контейнеры покупать? Я здесь по цене, по-моему, ядерное топливо самое выгодное из контейнеров. Заезжай. Поехал, молодец. Значит, доллары скоро упадут. Не так много, конечно, как хотелось бы, но без рыбьи и рак рыба, как говорится. Так, следующий район. Наверное, вот здесь надо восстанавливать население, потому что здесь у меня работники именно вот этого комбината. Мне надо восстановить химию и восстановить пластик работом. Так, машинки приехали, да? Только количество работников я здесь ограничу. Я понимаю, все мечтают быть пожарными в Советской Республике. Здесь закончили. Отлично. Разветвление. Значит, нужно ручками прожать, что им делать дальше. Так, идете сюда. Так, здесь они доделают самостоятельно. Нам, получается, останется только вот этот участок прожать руками. Ну, как, как? Население вот восстанавливаю. Дома отстраиваю. Грустно. Последние потрясения были просто потрясающими во всех смыслах. Так, а что у вас здесь? Помойка забита. Где? А где ваша помойка, которая отвечает за опасные отходы? Она есть. Мы же вроде здесь все стабилизировали. Так, ладно. 59 тысяч долларов у нас присутствует. Вы можете сюда подселить людей? Ну, нет. Поддерживаюсь старого плана. Переселить сюда. Так. Здесь, вроде, полные дома. Все доллары освоены. Как положено. Итого у меня 6% без образования. Ну, это нормальные показатели. Сейчас их быстро научат. Техники эпидемии? Нет. Вот повышение рождаемости. Спасибо, что напомнил. Кстати, оно как-то странно. Откаты. То быстро, то медленно. Ну, в любом случае, я доволен. Кто тут сломался, встал? КАМАЗ. Да, блин. 64% из НУС. Это терпимо. Вот цен ментовоз уже под 80 почти. Ну, он прям старичок-старичок. Давай-ка я тебя, старичок, вручную заменю. Вот выехал новый. Правда, в долг пришлось залезть. Минус 15 тысяч. Ну, ничего. Сейчас заработаем. Где-то едут доллары. Вот едут доллары. 27 тысяч. Тоже неплохо. На дороге не валяются. А контейнеры где? С ядерным топливом. В любом, где-то на подъезде уже. Сейчас-то не вижу их. А нет, вот вижу. Вром. Едут. Как дела. Да, верфь вообще нуждается в рабочих прямо. Прямо очень сильно. Так, тут еще и не брали строить, да? Так, а эта бочка мне точно не нужна? Вроде да. Но мне резервный стоит. Так, здесь есть какие-нибудь контейнеры? Давай вези хоть какие-то доллары, чтоб были. И тут хотя бы один контейнер электроники. Не, потрясного не случилось. Продолжаю тратить доллар. Заселять народ. Так, здесь только трудодни. Пригласим местных. Как помочь в строительстве. Так, здесь сталь осталась. Везет кто-нибудь? Да, сталь везет. Тогда скажу местным помогать. Хорошо. Я сегодня, наверное, еще открою шампанское, потому что мне наконец-то доделают потолки. Вот, долго я с ними воевал. Больше недели. Но, оказывается, такие слова, как Роспотребнадзор и суд. Очень положительно сказывается на времени решения проблемы. Так, и тут закончили. Последний участок, я так понимаю, нужно отдать. Вот этот. Дальше тут все доделается. Так, вот тут мне все правильно назначен. Да. Тут готово, тут готово. Ну и останется им доделать вот эти два кусочка. Так, так. И, по идее, можно запускать уже по линиям поездам. Это когда будут следующие потрясения? Не скоро. Уже, надеюсь, успею к этому времени восстановить полностью экономику. И двигаться дальше. Я, как бы, и так двигаюсь. Вот, занимаюсь строительством нового района. Но эти у меня будут, получается, обеспечивать только сами себя. Вот здесь уже будут селиться потенциальные работники для производства ядерного топлива. Которое тоже нужно будет отстроить. Так, здесь все приступили вроде к следующему этапу. Вот целую кучу бетона и стали. Техника назначена. Так, ну это на собственное нужно грузиться. Не на продажу. О, 200 тысяч долларов. Ох, как приятно. Давай заселяться тогда. Тут мне уже нужен фильтр. Может, некоторые дома полные. Нет. Давай сюда. Сюда. Там. 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 так ну насчет вот этого района я пока не знаю они мне вроде туристическую отрасль обслуживают нет паил я тебя разочарую я не зазор я так сказать за правильный образ жизни они за здоровый дом ну все видимо этот район можно оставить в покое они сами уже разберутся да наверное я не знаю стоит ли ставить галочку не не буду вот давай юрий удачи она бежала ну школа на максимум выше не могу драйка все-таки галочку поставлю другом лагере так все осталось 2 миллиона и рассчитывал на 3 но осталось всего 2 надо будет как-то выкарабкиваться и там павел то вон он разворачивается давай быстрее крути винтами аль нужно а ну тут принципе пол склада еще терпимо доллара у меня опять закончились менять я их уже не могу на рубли рассказать внутренней конвертации не уж то все не уж то я выдохся может пластиком по чуть-чуть один контейнер всего вообще один рабочий хотя куда люди то делись был же здесь хоть кто-то давайте быстрее уже обучайтесь так здесь наверное тоже надо в школе разобраться чё с мусорным баком то вон чё с мусорным баком так ну-ка давай высокий приоритет местные помогаете уже от него запитывалась до от этой помойки так здесь помойку восстановили так вертолеты могут нет вроде бы да она не в последнее время такие себе помощники от этой помойки он а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо, Юрити, за поддержку и за очередное землетрясение, которое нужно запустить. Надеюсь, ничего серьезного не случится. Продолжение следует... Так, ну, вижу дом пока и помойку. Так, дом не к спеху. Так, ну, помойку к спеху разберите. Кстати, это можно отдать строительство. Ну, по-моему, обошелся малой кровью, хотя это не точно. Надо же смотреть все насосы, распределители. Так, а что здесь горит-то? Школа горит. Пожарный расчет не может доехать. Ой-ой-ой, тут-то какая школа уставшая. Опасность, опасность обрушения. Блин, тут надо вертолетам помочь. Отремонтировать срочно. Это что горит, больница или площадка вертолетная? По-моему, вертолетная площадка горит. Ну, давай, ломайся и да я тебе удалю отсюда. Догорай, так сказать. Ну, если успеет, конечно. Ты успела, нет? Блин, потушили, да, походу? Да, потушили. Ну, вроде бы все. Если что-то прям очень здесь критичное, меня, наверное, уведомят об этом. Так, это делаем. Высокий приоритет. Все. Фух, а дело с легким испугом. Так, 80 тысяч долларов. Все, здесь я подзаселил народ, пускай обучается. Ну, теперь столица осталась. Столица подзаселит людей. Так, школа-то, я надеюсь, у вас есть. Да, есть, но только тут надо персонала добавить. А то всех принять сейчас на данный момент не смогут. Это у меня потенциальные работники наверх. Как можно быстрее начать делать паромы. А то, ну, 9,1, но это же вообще не серьезно. Тут вывозите, что есть. Хоть какую-то копеечку. Даже 7 тысяч долларов не помогут вздохнуть свободнее. Так, ну, ресурсы вроде есть. А чего так плохо строят? Ленивые, наверное. Так, ладно, здесь комбинат вздохнул. Ну, тут в основном товарищи дочили помогать кувшинке. Ну, а здесь у нас заводик полный по ткани. Давайте, 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 работаем. Здесь как дела? О-о-о-о. Все, коровки у нас начали опять на полную работать. Хоть какие-то будут продажи по долларам. Дополнительные. Так, ну, здесь нельзя выбирать отсюда вот этот рейс, который возит рабочих на панели. Единственное, я даже сюда работников, этих автобусов добавлю. Парочку пазиков. Так, ну, надо пометить, как избранное. Постоянно не искать. Где он? Давай раз. Я уж думал, игра крашнулась. Ну, вроде обошлось. Ой, где он у меня? Панели там. Плиты. Так, не заезжай в депо. Плиты. Не заезжай в депо. Сразу на маршрут, сразу на работу. Так, ну, больница вроде справляется с больных. Даже, несмотря на то, что она уже долгое время в ремонте. Так, тут школу закончили. Кстати, кинотеатр же надо будет, да, отстроить. Чтобы культуру-то закрывать в этом районе. Так, все вроде нормально. По ремонтам непонятно, вообще справляется, нет. Тут со всеми ремонтами справились. Ну, вертолетная вроде тоже как на ремонты реагирует. Может, здесь кого-нибудь добавить? Чтобы ремонты осуществляли быстрее. Так, а кого тут можно добавить? Давай посмотрим. А здесь трудодни остались. Здесь трудодни. Ну, явно автобус напрашивается. То есть, именно по работникам нехватка идет. Давай один автобус. Так, ну, еще какие-нибудь проекты посмотрю. По больнице. Трудодни. Трудодни. Давай два автобуса. Так, будет два. Вон, Павел плывет. Сталь везет. По железной дороге. Как тут дела? Так, ну, тут даже еще не приступали. По электрификации. Тут кусочек. Тут кусочек. Да-да-да. Снова душнить начал. Завязывай. Это еще два дня без стримов. Накажу. Так, ну, все. Вот четыре объекта. Четыре путевкладчика. Это ты еще не начинал, душный? Вон-ка! Ну, ладно-ладно. Записали. Так, а что у нас тут с бассейном? Когда его уже разберут-то? Блин, 37 тонн отходов. Так, а помойка? Я тут, по-моему, что-то с помойкой делал. Блин, 15 трудодней осталось. Помоги первая строительная база автобус работников привезти. А обратно подключать. Просто, типа, непонятно, кто тут не справляется-то. Демонтажники? Скорее всего, да. Потому что машин нету. Не стоят, не простаивают. Все возит и возит. И тогда покатаемся. Все равно работники еще обучаются. Еще надо докупать. Точнее, приглашать за денежное удовольствие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но вообще столица как бы вырастет. И возможно здесь появится личный транспорт. А может где-то здесь? Так, ну-ка есть у меня тут терраформера? Нету. Блин, я уже забыл. Как этими инструментами-то пользоваться. Да, ну не терраформер. Блин, я уже забыл. Блин, я уже забыл. Так, ну думаю места хватит. Значит, здесь нам надо поставить железнодорожное депо. Для длинных поездов. Так, если я тебя подключу таким вот образом. По идее должно быть нормально. Давай сюда. Вытянем. Ну и здесь вот тоже под таким углом сделаем. Так, отлично. Примерим здесь СТО. Так, она где-то в дорогах. Поставим, наверное, среднюю. Для ремонта поездов. Так, а ей бы еще желательно склады подключить. С ресурсами. По идее лучше вот так поставить. С этой стороны. Давай почти впритык. Вот так. Так, давай здесь сразу в асфальт с фонарями. Перемониться не будем. Вся асфальт, потом асфальт с фонарями. Сразу асфальт. Вот так. Все подключили. Склады, если что, я буду размещать вот с этой стороны. Потом и в будущем. Так, что здесь еще может понадобиться? По идее ничего. Потом что-нибудь еще придумаю. Какие-нибудь техслужбы здесь размещу. Может быть автобазы. Ну, чтобы и внешний вид был красивый. И все это работало функционально. Так, каким путем мне нужно подключиться? Укладчики у меня работают на внешнем пути. Значит, мне нужно подключаться к внутренним. Вот если что, я знаю, что тут я неправильно делаю подключение. В реальности типа так не подключают. Так, и желательно бы вот эти пути сделать сразу. До запуска. Поездов на этой линии. Так, сейчас дайте подумать. Здесь я уже съезды разобрал. И, значит, могут заехать вот отсюда, с этой стороны. Тогда, вот здесь меня уведомите, как закончите. Я дам им вот эти четыре куска. Так, единственное, надо проверить светофоры. Как тут стоят. Ага, вниз, кто их запустит. Ну, че ты прямо вся в косяках-то? Могло быть и косячней, понимаешь? Это еще не самый плохой вариант. Так, вот эту дорогу, в теории, можно отдать строительству. Правда, ее построить не смогут. Но мне нужно сначала подумать, как у меня туда будет район размещаться. И где будут у меня съезды. Хотя, че тут думать-то? Вот же съезд. А-а-а. Ну да, давай тогда оставим такую картину, как есть. Так, вот здесь можно подняться. И подключиться. Блин, насчет КПП я не уверен. Вообще ставить их здесь нет. Вообще под ЖДшку здесь можно было бы сделать красивое КПП. Но они же ломаются. От всяких потрясений. Нет, просто заборчик подведу и все. Так, давай. Здесь спуск организуем. Вот. Сейчас. Спасибо. смотрим что получилось пойдет ладно тут еще как бы спорно тут нормально либо удобряем здесь я дорогу пущу волной нужно тут как говорится делать все квадратно хоть это и квадратная республика куда-то вот нам сюда надо прийти это что у меня за времянка на месяц вообще на данный момент нужно это вроде нет вот такая будет дорога утверждаем проект ведь позже займемся строительством сначала железную дорогу сделать так ты чего устал просто им дождем отожди что тут сделать главное чтобы они там разъехались потом много цепных светофоров стоит могут быть какие-то проблемы так ну что по работникам работников здесь конечно не очень много два пазика пока никак не помогает как не помогает по-любому нужное количество работников они привозят вот этих вот самых работников нет еще так ну счета рубли у меня как-то утекает и утекают по моему переборщил я с покупкой стали за доллары или нет вся надежда на одежду так визита на продажу инсек что-то волнуется нет рублей это нехорошо когда генсек волнуется так ну туристам начали сюда подавать еду алкоголь мясо ну чё тут местами они все равно не рады ох уж эти туристы знали бы они какие тут вещи происходят страшные какая тут сейсмоактивность в республике так давай для капиталистических стран там надеюсь штаб компартии отстроили как на среднем они строят не очень кирпичей много ждут которые есть наличие просто именно техника не справляется с подвозом может этих ребят задействовать подвоз материалов правда их всего двое кого мне тут не хватает в этой схеме одного башенного крана у меня тут три автокрана есть то есть в теории можно сюда еще одного грузовика римляне напрягнать и сказать им пускай занимается развозка строиматериалов так но он мне помечен как избранный нет он как избранный не помечен и он римлянин а нет помечен вот белый так но мне сюда нужен красный еще сто тысяч прям как от себя оторвал так ремонт и на востоке и где вот источники ресурсов там давай назначу вам так сталь кирпичи панели давайте помогайте развозить да я помню почему не разрешила этим грузовиком заниматься развозкой ресурсов 160 килограмм стали на такой грузовик а и ладно сделаю вид что я этого не видел так далее только что были доллары на долларов не стало хотел народ и купить долго собирался что еще можно сделать ну с другой стороны по идее мне ничего не надо делать я уже население то подвосстановилась вот дальше естественным раздвижением может все подняться следование на повышение рождаемости еще нету так ну да все хватит народ покупать так тут домики достроили пешеходные тропинки вам осталось до помойку еще так давай помойку на высокий поставлю на всякий случай тропинку тоже на высокий тут по дорогам остались только трудодни тут электрифицированные до электродетали присутствует и здесь тоже блин завершили будут этим две дороги я тут начал строить но пока как-то неохотно не это делают короче видимо скоро республику ноль ждет ладно давайте ребят я тогда на сегодня закончу учит получается пораньше дело в том что мне сейчас монтажники уже должны приехать где-то минут через 10-15 их надо встретить вот так что всем спасибо кто присутствовал спасибо за ваше общение увидимся на следующем стриме которые не скажу когда будет чтобы знать надо подписаться в дискорд канал где и обычно анонсы даю и отслеживание поставить там на твиче на вк play я не знаю как это делается я еще сам в этом деле новичок от юрию отдельное спасибо за материальную поддержку все всех обнял всех люблю пока пока а